Дарья Донцова. Уха из «Золотой рыбки». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Глава первая. В браке тяжело только первые 25 лет. Потом вы понимаете, что от партнера ничего хорошего ждать не приходится, и начинаете жить счастливо. Мне, честно говоря, ни разу не удалось проверить эту истину на практике. От всех мужей я убежала, так и не дождавшись серебряного юбилея. Если уж быть совсем откровенной, то мне не удалось справить и десятилетия брачного союза ни с одним из супругов. А если перестать изображать из себя невесть что, то надо смело признаться, больше трех лет продержаться в браке мне не удавалось. Сбегав замуж четыре раза, я сделала вывод, что зверь по имени Дарья Васильева в неволе не живет, и прекратила попытки обрести статус замужней дамы. Но некоторые мои подруги, раз наступив на грабли, продолжают делать это бесконечно. К числу таких относится Лика Солодко. Я гуляла на ее восьми свадьбах и всегда удивлялась, ну как Лике не надоест всякий раз устраивать пир на весь мир, надевать белое платье, фату, выслушивать торжественные речи гостей, сулящих ей долгую счастливую жизнь с очередным избранником. Ясно же, что примерно через двенадцать месяцев после гулянки она примчится в Ложкино, кинется на диван и, рыдая во весь голос, заявит «Колька, сволочь, развод и девичья фамилия». Лика настолько безголова, что каждый раз меняет фамилию. Последнее время это доставляет ей кучу неприятностей. Во многих анкетах, которые приходится заполнять в разных ситуациях, имеется графа «изменяли ли фамилию». Честная Лика злится, пытается втиснуть в узкое пространство необходимые сведения, с Ковалевой на Ермолову, потом на Шлыкову, Шалатунину, Оржанникову, Нистратову, Солодко. «Идиоты», — шипит она, — не разрешают на полях писать. Каким местом думал тот, кто разрабатывал анкету? Почему так мало пространства запланировал для ответов? Бесполезно объяснять Лике, что нормальная женщина меняет фамилию один раз. Ну, два, ну ладно, три раза в своей жизни. Лике следовало остановиться на стадии Ковалевой и лежить под своей девичьей фамилией. Но она у нее, как на грех, очень смешно звучит «Подуй ветер». А замуж Лика каждый раз выходит навсегда, но, во всяком случае, она в это верит. Поэтому я совершенно не удивилась, получив от нее приглашение, на очередную торжественную процедуру бракосочетания. В пятницу днем я, Маня и Зайка входили в ресторан «Лакомый кусочек». В качестве подарка мы притащили сервиз на 12 персон. Больше, чем традиционный презент, потому что наша фантазия уже иссякла. Мы дарили Лике в разное время постельное белье, столовое серебро, СВЧ-печь, стиральную машину, хрустальные фужеры. «Надеюсь, нам дадут вкусно поесть», — шепнула Манюня, одергивая платье. «Терпеть не могу юбки. Как только другие в них ходят, вечно они задираются». «А ты купи не в облипку, а нормальный размер», — съехедничала Зайка, вертясь перед зеркалом. «Все хочешь стройнее казаться, вот и обтягиваешься. А, между прочим, зря. Тоньше выглядеть не станешь». Я вжала голову в плечи. «Так, сейчас начнется. Маруська налетит на вредную Зайку». Но Маня уже миновала период подростковой непримиримости. Изящно подняв одну бровь, она спокойно ответила. «Да, наверное, ты права. Нужно купить платье пошире. Я расту безостановочно. В следующий раз возьму себе сороковой размер. Кстати, Заюшка, ты какой носишь?» «Тридцать шестой», — с удовольствием ответила Ольга. «Позавчера приобрела это платье и очень довольна. Из тридцать восьмого просто выпало. И она продолжила процесс любования собой». «Боюсь, ты фатально ошибаешься», — вздохнула Маня. «Не хотела тебя расстраивать, но ты толстеешь очень даже заметно. Вон какие на боках жирные складки». «Где?» — в тревоге изогнула неправдоподобно тонкую талию Зайка. «И размер этого платья сорок два». «Да ты с ума сошла», — подскочила Ольга. «Тридцать шесть». «Да нет, сорок два. Посмотри на лейбл». Зайка понеслась в туалет. Маня преспокойно принялась поправлять волосы. Через секунду растерянная Ольга возникла передо мной. «Действительно сорок два. Но как же так? В магазине меня уверяли, что размер тридцать шестой». «Так продавцы вечно стараются покупателям угодить», — невинно ответила Маруська. «Вот и врут в глаза». «Извини, но ты толще меня. Смотри, на моей юбчонке, хоть она и впрямь чуток тесно сидит, висит ярлычок тридцать восемь, а у тебя сорок два». «Кошмар!» — пролепетала Ольга. «Я этого не переживу». Глаза зайки начали наливаться слезами. Я с подозрением взглянула на Маню. Ольга значительно изящнее своей заловки. «Что за чертовщина произошла с ярлыками? Непонятно». «Эй, все за стол садятся!» — крикнул Виталий Кропотов. «Хватит вам у зеркала вертеться. Ольга, чё такая грустная?» «Твоя дурацкая передача на телеке наконец накрылась медным тазом?» «Типун тебе на все места подскочила, Ольга. Мы цветем». «Значит, скоро заколоситесь, а потом сгниете», — удовлетворенно подытожил Виталик. Ольга сжала зубы и прошла в зал. «Что ты сделала с ярлычком?» — не удержалась я. Маня захихикала. «Я налепила возле слова «размер» цифры 4 и 2. Знаешь, такие наклейки продают для клавиатуры компьютера». «Зачем?» «Ой, мусик», — продолжала веселиться Маруся. Зайка со своей диетой совсем свихнулась. «На что угодно готова поспорить, что она сейчас тут даже минералки не выпьет». «Но ты ведь ей расскажешь про розыгрыш?» «Ага, завтра». Я хотела было прочитать Маруське лекцию о любви к ближнему, но потом передумала. Ольга с Маней без меня разберутся. Честно говоря, они друг друга стоят. Постоянные подколы, ехидство. А насчет диеты — правда. Ольга похожа на ненормальную. Она легко может спрятаться за лыжную палку, но, тем не менее, садится за стол с калькулятором, на котором сосредоточенно высчитывает количество потребленных калорий. Два листочка салата — это 20, чашка кофе без сахара — 0, тостик с джемом. О, это ни за что! Тостик с джемом — целых 150 килокалорий. А в джоулях еще страшнее — почти 500. И так во время каждой трапезы. Однажды Аркашка разозлился и отобрал уже на счетную машинку. Но уже через час в руках Ольги появилась новая. Экран прибавляет 10 кило, бормочет зайка, отщипывая микроскопический кусочек от банана. Ммм, как вкусно! Бывают же счастливчики, которые могут съесть это целиком. Спорить с зайкой, пытаясь переубедить ее, невозможно. Поэтому каждый в доме избрал свою тактику. «Слышь, заяц!» — сказал вчера вечером Кеша. «Завтра в Москве обещают ветер, довольно сильный». «И что?» — насторожилась она. «Возьми у Ивана в сарае два кирпича». «Зачем?» — недоумевала Ольга. «Положишь в карманы, а то унесет ураганом!» — захихикал муженек. Ольга треснула супруга по голове журналом. Сегодня утром, когда она принимала ванну, Аркашка с неподдельной тревогой крикнул. «Зайка, умоляю, не вынимай пробку!» «Почему?» — жена опять попалась на удочку. «Как бы в трубу не втянула, как ни в чем не бывало», — пояснил Кеша. «Вылавливай тебя потом! Отмывай!» Маруська тоже без конца издевается над бедняжкой, мечтающей иметь отрицательный вес. Я демонстративно ем на ее глазах пирожные и конфеты. Но самым изощренным оказался Дегтярев. В самом начале лета он принес зайке подарок — очень красивую футболку, явно купленную в хорошем магазине. «Ну ты даешь!» — взвизгнула Ольга. «Где только взял!» Она мигом натянула вещичку и расстроенно констатировала. «Велика, на целый размер. Вот жалость-то!» «Не беда!» — пробормотал полковник. «Недельку поешь блинчики, и как раз встанет!» После этих слов Маня кашляя вылетела в коридор, Кеша поперхнулся чаем, а я, глядя на красную от гнева зайку и невинно моргающего Александра Михайловича, подумала, что приятель не так прост, как кажется. Оставив бесплодные попытки причесать торчащие под разными углами волосы, я прошла в большой зал, уселась за длинный стол и попыталась принять участие в веселье. Во главе стола сидела лика, как всегда в таких случаях на ней было белое платье и длинная фата, прикрепленная к голове с помощью венка из искусственных цветов. На мой взгляд, надевать на себя символ непорочности, когда чуть поудаль сидит двадцатилетний сын, немного нелепо. Но лика любит, чтобы на празднике все шло так, как надо. Нового супруга я видела впервые. Худощавый дядька с красным лицом и шеей. То ли у молодого мужа проблема с давлением, то ли ему просто душно в костюме и рубашке с галстуком. Все-таки на улице почти тридцать градусов жары. За окном колышется знойный июль. Я бы в таком случае амнистировала несчастного парня. Предложила надеть что-нибудь полегче, без тесного воротника. Но лика никогда не пойдет на компромисс. На свадьбе мужская часть только что созданной семьи обязана быть при полном параде. И точка. Хорошо еще, что лика не стала настаивать на смокинге, к этому наряду полагается кушак, наматываемый на талию. И бедняга муж мог просто скончаться, не дожив до первой брачной ночи. Если вы когда-нибудь бывали на свадьбах, то представляете, как разворачивалось действие. Бесконечные крики горько, тосты, вручение подарков, танцы. Под конец я безумно устала и мечтала лишь об одном. Скорее оказаться дома, в своей кровати. Впрочем, похоже, притомились и остальные гости. Жених отчего-то помрачнел и сидел с недовольным видом. Наверное, на Евгения так подействовал алкоголь. Лика одна оказалась свежей и беспечно веселой. Кое-как досидев до конца церемонии, я вернулась в ложкино и упала в постель, подпихнув себе под бок мопса-хуча. Пробуждение было внезапным. Я его убью, завопил хуч, наваливаясь на меня. Убью прямо сейчас. С просонья мне показалось, что хучик вырос и превратился в огромное существо, от чего-то отвратительно пахнущее духами пуазон. Я очень люблю французскую парфюмерию, но от приторно-сладких ароматов начинаю задыхаться. Кашляя, я села на кровати, кое-как разлепила глаза и увидела Лику, колотящуюся в истерике. Чихающий хучик медленно удалился в сторону коридора, мопс тоже не выносит запаха пуазона. — Отчего ты у нас? Что случилось, где Евгения принялась причитать ворвавшуюся в спальню зайка? Она собиралась на работу и сейчас выглядела довольно комично. На Ольге были элегантные темно-синие брючки, а сверху пижамная куртка. Один глаз накрашен, второй нет, и облако белокурых волос стоит дыбом. — Не смей произносить при мне это имя! — свалилась на кровать Лика. — Забудьте все про него! Я встала на ноги, пару раз чихнула, потом закрыла окно, включила кондиционер и осторожно спросила. — Вы поругались? — Кретин! — взвыла Лика, зарываясь лицом в мою подушку. — Урод! Я вздохнула. — Уютное пуховое одеяло и подушка. Теперь их придется отдавать в химчистку. Они, небось, насквозь пропахли по озонам. Странно, однако, что сотрудники всемирно известной фирмы Диор, придумавшие когда-то такие замечательные ароматы, как Диориссимо, Диорелла, Дольче Вита и иже с ними, выпустили серию абсолютно гадостного парфюма. Или он только кажется мне таким? Вон Лике нравится. Она выливает на себя по полпузырька за один раз. — Я развожусь! — неожиданно спокойно заявила Лика. — Уже! — в один голос воскликнули мы с Зайкой. Потом Ольга, чихнув пару раз, добавила. — Ну ты же с ним прожила всего один день. — В законном браке, прошу заметить, — напряглась Лика. — До этого полгода провели вместе. Урод! — Знаешь что? — вмешалась я. — Не пари горячку. Вы поругались, такое бывает. — Посиди у нас, давай вместе сходим погулять, пообедаем. А потом поедешь домой, и все-все уладится. — Развод! — каменным голосом отчеканила Лика. Произошедшее было трагической ошибкой с моей стороны. — Подумай! — попыталась воззвать ее к разуму Ольга. — Тебе опять придется менять фамилию. — Ерунда! — отмахнулась подруга. — В паспорте, правах и прочих ксивах я пока солодка. Всего сутки после бракосочетания прошли. — Как-то странно выйти замуж на один день, — пробормотала зайка. — Может, объяснишь нам, отчего решила бросить Евгения? Я попыталась разобраться в ситуации. Лика зарыдала. — Он мне изменил, ушел к другой. — Когда? — снова хором спросили мы с Ольгой. — Когда он успел обратить внимание на другую бабу? У меня слегка закружилась голова. Работающий во всю мощь кондиционер не избавил воздух от удушливого аромата пуазона. Может, у Лики реактивный психоз? Случается такое с людьми, попавшими в форс-мажорное обстоятельство. Ну, ехал, к примеру, шофер по набережной. Не справился с управлением. Свалился в реку. И милиция выловит из воды обезумевшее, неадекватное существо. Вот и Лика перенервничала на свадьбе. Хотя с чего бы ей волноваться на очередном бракосочетании? Дело для нее привычное. Вчера вечером Евгений влюбился в какую-то дрянь, сообщила Лика и высморкалась в край моего пододеяльника. Вкрашенную кошку, отвратительную бочку сала. Мерзопакостную. Кривую. Жапастую. Стой, взвизгнула Ольга. Немедленно расскажи все по порядку. Продолжая размазывать сопли по моему постельному белью, Лика начала сумбурное повествование. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова